Привет, привет всем на моей кухне! Сегодня буду квасить капусту и с удовольствием поделюсь с вами своим рецептом. Вот я подготовила уже две таких небольших головки капусты. Воду, 300 мл воды с одной столовой ложкой соли. Ложка соли должна быть с такой хорошей горкой. Размешала я уже воду. Воду можно брать кипяченую, можно сырую любую. Дальше морковка. Морковка у меня большая, поэтому я беру половинку всего лишь. Лавровый лист и перец горошек. Сейчас нужно будет нашинковать капусту, как обычно, как мы шинкуем на борщ. Если у вас есть комбайн с такой вот специальной насадкой для шинкования капусты, то, конечно, вы можете пользоваться комбайном. Но я вот просто делаю это руками. Капусту я уже порезала соломкой. Теперь натерла также морковку на крупную терку. Теперь буду добавлять сюда вот в миску морковку. Морковки немного. Нужно осторожно с морковкой, потому что морковка дает такой коричневый цвет потом капусте, а он совсем нам не нужен. И так нужно капусту разминать хорошо, пока она пустит сок. Капусту я уже нарезала. И теперь ее накладываю вот в такую пластиковую емкость. Можно взять, конечно, трехлитровую банку. Но я накладываю вот в такую вот емкость. Накладываем слоями слой капусты. И покрошили, вот так вот порвали на мелкие части лавровый лист и несколько горошинок перца сюда же отправили. Значит, можно взять, чтобы для утрамбовки хорошей, ну вот у меня такой вот молоток для мяса. Отбиваю я мясо. Вот я при помощи этого молотка вот так вот, утрамбую капусту. И теперь немножко нужно залить уже этого рассола нашего солененького. И дальше накладываем следующий слой. И так пока ваша баночка не будет полная. Хорошо натрамбованная. Заложила я всю капусту в банку. Залила сиропом. Вообще, на трехлитровую банку капусты рекомендуют пол-литровую баночку воды и две столовые ложки соли. Вот такие пропорции. Ну, у меня примерно тоже где-то так и получилось. Потому что воды я еще с солью добавляла сюда. И вот теперь в теплом месте эта банка с капустой будет у меня стоять три дня. И через три дня, когда на поверхности вот капуста такая, она с сиропом, она еще сок пустит. И когда на поверхности вы увидите такую пенку, то это значит, что капуста уже прокисла. И пора ее ставить в холодное место. В холодильник, в погреб, в подвал. И потом уже можно будет кушать нашу капусту. Я думаю, у вас все тоже получится. Приятного аппетита!